Вы знаете, стадион как раз в нашем Санкт-Петербурге, на Кристорском острове, он принят в эксплуатацию. Первый тестовый матч 23 апреля, если я кто-то 22 называю, 23 апреля у нас вообще Зенит-Урал. Первый футбольный матч. Посмотрим, какой будет газон. Мне сдается, что он будет нормальный, потому что сегодня служба агрономов, футбольный 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 зенит, одна из самых сильнейших. Она нам помогала других стадионок. Вы видите, какой газон они подготовили на стадионе Петруска. Чуть-чуть лучше, чем в Ростове-на-Донуге, в Манчестере. Там южный город, а здесь северный. Получается, люди смогли подготовить газон. В принципе, там очень хорошего уровня специалисты. Другое дело, что они только сейчас его получили в свое распоряжение. Сейчас ситуация такая, стадион ведет эксплуатацию, и на баланс поступает управление с бортсооружений правительства города Санкт-Петербурга, и в качестве эксплуатирующей организации будет подписан контракт с футбольным клубом «Зенит». И они начинают заниматься эксплуатацией стадиона, включая газон. И хочется надеяться, что они его сделают. Потому что он зимовал, вот с этими вибрациями его все выкатывали за пределы стадиона, и, конечно, там климатические условия были такие непростые в Питере. Естественно, его было крайне сложно перезимовать. Но надеюсь, что это все сделано. В дальнейшем сейчас готовится конституционное соглашение. Надеюсь, и мы будем все делать для того, чтобы правительство города передало уже процессию управления стадионом футбольного клуба «Зенит». Это, кстати, и в стратегии написано. Мы хотели бы, чтобы все стадионы потихонечку переходили. Это становится некой основой тогда уже экономики клуба и финансового фарплея. Это учитывается тогда всеми. Тогда клуб, конечно, «Зенит» уже будет полноценным европейским клубом со своей спортивной ареной, со всеми вытекающими последствиями. Спасибо еще. А остальные-то остальные? Казань, Сочи. Что касается остальных стадионов, у «Фишт», я вам скажу, может быть, даже как-то... Мне сложно, потому что я все время в процессе. Там раза четыре пришлось туда летать. Но в целом «Фиш» показал у себя очень с хорошей стороны. Наши коллеги «ФИФА» с точки зрения его инженерии, его технологической оснащенности признали его одним из лучших. Газон просто великолепный. То есть это, конечно, фантастически. Там тоже прекрасный агроном. Нам было очень сложно сделать церемонию открытия. Он нас чуть ли не в бахилу всех заставлял одевать. Он такой очень профессиональнейший человек. Спасибо ему огромное. Мы иногда этих людей не видим, а они делают титаническую работу. У него там травинка от травинки. И, конечно, бельгийцы были довольны. И «ФИФА», конечно, в восторге. И самое главное, что вы знаете, на канале был дождь. И в этот дождь были тренировки сборной России, сборной Бельгии. И, в принципе, газон выдержал. И через два часа он нам сказал, можно следующий матч проводить. Теперь, во втором мае, мы проведем финал Кубка страны. Сыграет, как вы знаете, «Локомотив» и «Урал» и «Екатеринбург». Я от всей души приглашаю всех болельщиков Екатеринбурга, Москвы, жителей Краснодарского края. Этот матч надеется, что два клуба организуют поезда, чартерные самолеты, привезут своих болельщиков. Мы сделаем все, чтобы этот футбольный матч прошел тоже на высоком уровне. Что касается Казани, ну вот последний мы же с вами видели, Казани играла у себя Руби на новом стадионе. Газон тоже в прекрасном состоянии. Я 13-го еще буду, мы полностью рассмотрим готовность Казани, все аспекты, не только стадиона Кубка конфедерации. Поэтому, ну, открытие арены, вы видите, мы играем, у нас только там проблема. В 20-м мы опять будем проводить совещание. Это только периметр, это временная инфраструктура, стадион абсолютно готов и не вызывает никаких сомнений. Поэтому все четыре стадиона, большой степень готовности, поэтому гостиницы есть, а работа готова. Система размещения все решена. 24-го, 25-го у нас будет специальный совет, FIFA Уркомитет. Мы все детали Кубка конфедерации с нашими коллегами из FIFA рассмотрим до молекул, как говорят, и все вопросы уже последние порешаем. Еще коллеги. Продолжение следует... Продолжение следует...